Любимая пора всех школьников – летние каникулы. Кто-то едет отдыхать к бабушке в деревню, некоторые коротают свои деньки дома либо за границей, не исключая за ребята и времяпровождение в детских лагерях. Во всяком случае, такой отдых должен быть не только интересным, но и безопасным. В Северном Казахстане насчитывается 15 детских лагерей, из них лишь 7 получили разрешение для открытия своих сезонов. Это летний лагерь Березовская района Макжан-Жумабаева, родник Иссельского района, Акаин, Достык, который находится на Воронеже, город Петропавловск, Чайка, лагерь и Олимпийц, находящийся на территории Арталовского района. Данные лагеря приступили к работе с 17-20 июня. Дети отдыхают на первом сезоне. К списку буквально сегодня добавился лагерь Карлыгаш района имени Габита Мусрепова. Здесь осталось решить вопрос с питанием, которое будет предоставлять один из ИП. Принимать юных гостей в детском лагере начнут уже завтра. Медленнее обстоят дела в Окжитпес Акаинского района. Там требованиям не соответствует пищеблок. Но и его уже начали приводить в порядок. Не могут все еще решить проблемы с водоснабжением в лагере Козлужарского района «Серебряный бор». Вода там не соответствует нужным показателям. Есть в области лагеря, которые и вовсе в этом году не откроют свои двери. Это лагерь «Искра» Мамлюцкого района, «Золотая осень» Козлужарского района, «Солнышко» Габита Мусрепова, «Лесная поляна» Жамбульского района. «Искра» Мамлюцкого района, «Золотая осень» не будет функционировать по причине, что не определен до сих пор собственник данного лагеря. Они не переданы в доверительное управление. По «Солнышку» там необходимо проведение капитальных ремонтов больших. Вода не соответствует санитарно-химическим и бактериологическим показателям по жесткости, по мутности. И лагерь на сегодня признан аварийным. В лесной поляне ситуация аналогичная. В детских лагерях, согласно требованиям, должно быть централизованное водоснабжение и горячая вода. Медицинские книжки сотрудников – еще один важный пункт. При выдаче санэпидзаключения смотрят и на ограждение лагерей. В целом проверки проходят серьезные, начиная с внешнего вида корпусов и заканчивая соблюдением санитарных норм.